Рядом с 4-й Брестской гимназией трудятся специалисты по нанесению дорожной разметки. Это финальные штрихи реконструкции парковочной площадки. Последняя пережила апгрейд, была увеличена практически в два раза. Сегодня здесь могут стоять несколько десятков железных коней. Содействие в вопросе оказал депутат данного округа Николай Красовский. Мы, безусловно, хотели, чтобы она была больше, но микрорайон старый, коммуникации, которые в земле не позволяют проводить даже поверхностные наружные работы, и поэтому нам расширили ее на том участке, где это возможно, где мы не будем никак касаться коммуникации, которая находится в земле. Поэтому сейчас порядка на 15 машин площадка увеличилась, по крайней мере, даже подъезд удобнее остановился и проще выехать, чем когда машина машину подпирает на старой стоянке. Реконструкцией занимались работники Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. К слову, на все про все понадобилось 7 дней. У нас как раз в межсезонье было, и мы вот эту площадочку, которая сделана вот нашими работниками, руками наших работников, применили бэушные материалы для повторного применения, вот навели здесь порядок, вот, значит, то, что касается освещения, покрасили опоры, поменяли лампы, и вот это место как-то совсем по-другому начало смотреться. Оно какой-то законченный вид приобрело. Активная работа, в том числе и покрасочная, шла в этот день рядом с северными воротами Брестской крепости. Наведением порядка в сквере занимался депутат городского совета Владимир Курилович. На помощь народному избраннику пришли друзья, работники его предприятия, а также представители центра социального обслуживания и жители близлежащих домов. Это очень полезное дело, потому что чем больше мы будем наводить порядок у себя на местах, тем больше у нас будет вообще порядка. И тоже вот несколько слов хотелось отметить о жителях, которые живут здесь, потому что сразу же подключились, предложили. На сегодняшний день, опять же, для помывки этого памятника нужна количество воды, то на сегодняшний день эту воду предоставляют жители, которые живут рядом, которые тоже также абсолютно по собственной инициативе, потому что только появились мы на данной территории, сразу же стали появляться жители, интересоваться и предлагать свою помощь. В чем им огромное спасибо. Масштабное мероприятие и инициативы позади, но это совсем не значит, что процесс благоустройства закончен. На страже чистоты и порядка всегда стоят коммунальные службы, надежными помощниками которых были и остаются люди, влюбленные в родной город, те, кто стремится, чтобы Брест день от дня становился только лучше и краше. Субтитры создавал DimaTorzok